И так, и конечно же очень много Духа у Павла, очень много говорит о Святом Духе. Эра Духа, мессианская эра приносит с собой Дух, и это ожидание Израиля, это обещание Израилю. В День Песятницы читает Петр апокалиптический текст, что в дни сии, последние дни, и залью от Духа, и действие Духа это уже знамение, это уже апокалипсис для Ветхого Завета. Апокалипсис для Израиля, его эсхатология, все, последние дни начались. И что, это, во-первых, воскресение мы говорили, что для Павла воскресение Христа было уже эсхатологией, судом, суд начался Бога, потому что если воскрес какой-то человек в Палестине, значит он был праведником, а значит воскресение праведных уже началось, но оно началось только с Иисуса, а не в смысле, что он божественный, вот Павла, что вот он садик, Израиль его осудил, Бог его оправдал, он праведен. Почему? За верность. Значит Бог прав, Иисус прав, Он наш Господь, Он наш Мессия. И где пришла Иеродуха? Уже эсхатология, но мы говорили, уже да, но еще нет. Поэтому очень много тем, связанных у Павла, и моментов с Духом, но я хочу это обобщить уже все, так как время нас мало своим таким личным подходом, как я богословствую, или как воплощаю богословие Павла, и надеюсь, библейское, потому что он не только часть Нового Завета, он одна существенная, один такой фрагмент существенный на картине библейского богословия, более того, это не какое-то отдельное богословие, которое он принес в общий фор, он реинтерпретирует, как Иисус Тору, то есть он через свои послания, письма, он продолжает историю Израиля, только историю через Мессию, то есть он, поэтому, ну, существенная часть. Беру я за основу, помните, мы, я там балл такой вот распечатывающий структуры писем, и там вот последняя, бенедикция, да, вот, концовочка. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Это вы знаете этот текст наизусть. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Да, это вот в нашем конспекте, вот то, что я вам дал, это шестой, шестой пункт. Это концовка, это бенедикция, такое вот благословение, поэтому я и так и назвал-то бенедикцией, ну, как назвал, если оно есть, но и тринитарное. Почему тринитарное, потому что там встречаются три формы, нет, три лица, да, вместе. И, в принципе, похоже, это единственный случай, когда вот в бенедикции в конце фигурируют все три лица. Например, первое послание, он заканчивает просто, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и Господа нашего Иисуса Христа, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе, и все». И на нас там Бога и Бога Отца Иисуса Христа. В этом послании полная форма. Ну, не знаю почему, честно говоря, сколько читал, так и не нашел ответа. Вот читал мало еще, поэтому надо еще дальше читать. Меня это заинтересовало, почему в конце такой переписки между Коринфином, да, вот в Коринфинской церкви, такая вот, ну, полная, ну, нигде нету, вот у Павла такой оказывается, тут она есть. Ну, меня также это заинтересовало, потому что, когда я открывал церковь, снова открывал, мне хотелось такое вот название, ну, я подготовил название, церковь Святой Троицы, да. И, конечно же, для Церкви Святой Троицы хотелось подобрать такой вот, ну, текст, да, такой, как флаг, да, такой, ну, флагманский, чтобы так вот он раскрывал и открывал понимание, и которым бы содержалась бы вот наша философия, да, вот служение, богословие. И мне бросилось в зал, как вот, ну, пришло на ум, вот, и на этот текст. Я его начал раскручивать, почему он здесь, почему, что, как. И мне понравилось, потому что, во-первых, там есть тринитарная формула «все три лица», ну, я говорю языком халкидонским уже богословием, поэтому я назвал это тринитарная бенедикция, штеология тринитарной бенедикции. Бенедикция, потому что это часть, так называется, концовка письма, эпистолярный такой пергим, ну, изучает благословение, в конце идет благословение, да, а тринитарная, ну, понимаете, почему. И вот я смотрю, а интересно, почему, как вот можно через эту бенедикцию посмотреть концовку вообще на картину Павла? А ведь действительно, ну, полнота, то есть в этой фразе уже есть, мы встречаем, что опыт Павла – это опыт Бога, понимания Бога, Христа и Святого Духа. То есть хотя Павел не развивал тринитарное богословие, оно было развито потом, но в меньшей степени под его таким влиянием, что уже категорируют эти три вот образа, или три лица, личности, как мы это, здесь уже наш язык, он страдает, потому что если будем серьезно воспринимать слово лицо, личность, с тобой проблемы. Три проявления, и это тоже проблемы. Три грани, три стороны, в общем, троица. Хотя они не разные-то. Мы знаем, что это проблемная была цель. И вот в конце здесь такая вот полнота. Пока, раньше я был более смелый, говорил, что вот после такой переписки Павел такую форму полноты, вот и гармонии включает, чтобы показать идею примирения. Сейчас я не очень уверен, нужно еще что-то подчитать, посмотреть, как это связано, эта концовка вообще со всей этой перепиской. Да, смотрите, давайте так начнем, и потом увидим, насколько это будет связано с Павлом. То есть я иду дальше. Да, помните, я ввела дескриптивные задачи, то есть нужно тексты изучить, а синтетическая задача, то есть соотнести читаемый-изучаемый текст, вообще вписать его в канонический контекст, да, от догматической или богословской задачи в том, чтобы найти, поставить это фундаментом для построения уже современной, да, вот сейчас вот писать, это уже, то есть этот шаг в писании этого текста в современный контекст, да, и прагматической задачи, как это, теперь надо это воплощать. Хорошо, мы себе норму сделали, вывели там богословскую или этическую, а как это воплощать? И вот, добро пожаловать, значит, в тринитарную Бенедикцию. Я вас крещу в тринитарную Бенедикцию, вы будете адептами секты тринитарной. Значит, смотрите, конечно же, мы у Павла находим очень остро в послании к именам идею греховности человека, да, все согрешили, лишили славы Божьей, назовем это отчужденность человека от Бога, тотальная отчужденность. Некоторые видят послание к именам какую-то часть юбейского повествования, где идет речь о творении, потом о падении, искуплении, освящении и какие-то эскатологические, то есть, ну, воспроизводится вот такая вот схема, да, вот юбейская. Недавно я где-то видел статью, искал вот ее вчера или позавчера, нашел снова там, мератив, выведем что-то, повествовательное прочтение, но очень интересно, мне понравилось, нужно дочитать. И вот отчуждение человека. Что такое грех? Грех описан по-разному, но если мы так какой-то вот термин подберем такой, ну, для нас, более-менее, может быть, знакомый, понимаемый, то есть, для себя я взял это состояние отчуждения. Грех – это состояние отчуждения, причем отчуждения тотального от Бога. Это видно на примере истории грехопадения, да. Я это, ну, просто жалко, что не могу показывать слайды, у меня там все так разрисовано, расписано, и рисовать я не люблю. Давайте вспомним историю Адама и Евы. Когда они согрешили, что произошло с ними? Они спрятались от Бога. Значит, первое, да, мы скажем, Бог и я. Видно, что сразу же грех прожил в черту, линию отчуждения человек уже не может приносить присутствие Бога. То есть, он бежит от Бога, от его присутствия, как тьма бежит, вот, как сумерки от рассвета, да, как тьма от света. Что-то включается, свет, все, исчезает, то есть, линия отчуждения, человек, это нормально. Грех – это та эмпирическая категория, которую мы можем, то есть, это, который видно эмпирически, доказывать, где их не нужно. Он есть. То есть, это самое, вот, проще всего, самое доказуемое состояние. И более того, на опыте, в своем личном опыте, на опыте уже, как, ну, верующих, там, владея, как пастора, проповедника, зная, что каждый раз, когда мы говорим очень серьезно о Боге, это напрягает человеку. Здесь какая-то внутренняя скованность, дискомфорт. Я не знаю, когда там просто так, надо и не надо, по делу и не по делу, таким, может быть, с фанатизмом, там, говорят, это, ну, и меня это напрягает, когда Боги говорят, ну, там, где это нужно, можно, и это, но в целом, когда человеку говоришь, нормальная реакция для грешника, такая вот съеженность, это напрягает. Поэтому есть отчуждение. Потом, ведь произошла тоже линия отчуждения друг от друга. Так ведь? Значит, произошла линия отчуждения между я и ты. То есть, два близких человека, которые были одноплоть, теперь в результате того, что они усыдились, да, они усыдились, то есть, у них уже конфликт между ними. И дальше в этих диалогах видно, что один на другого, и Бог говорит, что ты будешь желать его, он будет господствовать, все, и конфликтология, это, конфликт, это ситуация, в которой мы живем. Значит, видим, что проблема, ну, понимание, она по сей день, даже между близкими людьми, между людьми, женой, часто бывают конфликты, то есть, есть линия отчуждения между нами. Потом, Бог сказал, что природа, там, так мир, назовем мир, в плане творения, да, то есть, теперь он будет противостоятельно. Можно этот момент не включать, но отчужденность уже, мы уже не цари, да, мы не повелеваем, как Иисус, стихиями, то есть, если вы зайдете в лес, и там будет голодный медведь, там, или, там, тигр, да, то на вас будет корона, не будет короны, животному это не понять, оно просто вас скучит. Помните старую шутку, да, человек хотел верующий, медведя, да, Господи, сделай так, чтобы он был верующий, да, медведь, Господи, благослови эту пищу, да, то есть, в любом случае, все, отчуждение природы есть. И еще можно сказать, когда, когда Адам начал оправдываться, где ты, Адам, Бог первый, где ты? Я, я это самое, я испугался, а чего ты испугался? Ну, потому что я там и по голове, ну, Бог не сказал, так и полагалось, ну, как же, только что там в стихе, два, там, был, были, голые, не стыдились, а сейчас что-то ухудился, о чем, слишком, в чем прикол, а может ты съел, и Бог называет, да, вот это вот такой вот, значит, есть еще отчуждение между я, и, то есть, между нами, и нами, понимаете, ну, сами не понимаем, на своих мотивах, мотивы своих поступков, да, и когда нам требуется дать ответ, почему мы сделали какую-то глупость или зло, то есть, мы расскажем, как минимум, сотни историй, и в этих историях никогда я не буду виноват, потому что кто-то виноват, но так же, то есть, всегда, то есть, есть такое, поэтому есть, как минимум, два вида людей, которые задают правильные вопросы, чтобы вытащить из нас правду, они по-разному это задают, это следователь и психолог, психолог им дают, очень хорошо, как вы себя чувствуете, следователь, где ты был, да, 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 и все, чтобы нас достать правду, потому что в одном случае мы ее скрываем, сознательно, а в другом случае, терапии, да, мы иногда неосознанно, не сознательно, где-то все спрятимся. Вот она, картина, ну, это же еще не проблема, проблема в том, что мир-то находится примерно вот такой, ситуации. Мир-то находится в такой ситуации, когда ящики, я называю это ящики, когда все общество из-за таких ящиков, то есть мы каждый находимся в этом заколоченном ящике, грех это состояние отчуждения от Бога, ближнего, себя и природы, нами непреодолимого этого отчуждения, здесь с людьми мы можем еще напрягаться, строить, и то это будет, это вверх, да, то есть вверх нашей человечности, способности построить такие приемлемые отношения, и то это, ну, не всегда это удастся. Вот он состояние греха, и нами это не преодолеть. Вот оно первое, да, вот это отчуждение человека, отчужденность человека, поэтому, и сила, который питает этот грех, это эгоизм, то есть мы, я, яцентричный, эгоцентричный, и все грехи, как и вот Глата, белоплоти, да, они все запитаны энергией, я, смотрите, каждый грех, вот мыслимые, немыслимые, вот, прикиньте, сейчас в сознании, но только не чужие грехи, а свои, и все они от одной розетки, я, мне, так ведь? для меня, я, мне, вот он, сила греха, вот эгоцентризм, вот почему сложно преодолеть эту гравитацию, этого греха, и вот смотрите, это Бенедикция, да, чуть-чуть скажу, вот там у нас несколько терминов, троица, онтологическая, конечно, когда развили богословие троицы, уже так, собиралась уже, ну, как, 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 халкидонский языков, да, после соборов, когда все церки, то есть уже, греческая философия, ну, и латинская, там, тертулианты, и, ну, кто на латинском богословствовали, то есть они разбили уже эту треодологию, то есть уже в терминах, и в категориях эллинской философии и мысли, то есть это, это как бы троица онтологическая, то есть Бог сам себе, говорили о сущности, о ипостаси, потом было очень много вопросов, как, как отвечать, да, то есть, что значит, как, какой язык найти, какие формы, чтобы выразить вот эту вот природу, да, три единые различия, и была даже языковая проблема между греческими богословами и латинскими, потому что, греки использовали такие два термина, усия и гупостасис, усия – это сущность, а гупостасис – это ипостасия, чтобы говорить, то есть, ну, как и личность. На латинском это было с точки всего наоборот, они использовали два слова – субстанция и персона. Так вот, усия переводилась на латинский как персона, а гупостасис как субстанция, и они могли не понять, о чем говорят греки, да, что это? Три субстанции, то есть, поэтому пока вот даже в языке разобрались уже, что одна субстанция три персоны или одна усия три гупостасис, то есть, и после другие споры, то есть, отделить там и отделить, какая объединение связи и отношения, это троица онтологическая, то есть, сама в себе, слово онтология, да, и поэтому и было такое учение о перехаресис, то есть, о взрывопроникновении ипостаси друг друга, то есть, они отличными системами обладают одними и теми же одними и теми же у меня такая есть презентация, там это показал, тут приводик, и как, то есть, так вот можно нарисовать, не знаю, и то это, знаете, так бедно, да, вот, отец, сын, святой дух, что одна сущность, образ, да, тринитарная, но и каждая содержит в себе полноту, она не грань, это не какой-то катет, да, это не какая-то грань общего, это не сумма трех, но каждая содержит в себе полноту, каждая в себе содержит все качества Бога, да, такое было, триодология, это высший пилотаж, вообще в богословии, но вместе с тем, они между собой, они, это, это, такой термин взаимопроникновение, то есть они сложно разделить и сложно смешать, это была целая эпилемистика и языковая, и философская, богословская мысли, и также говорили о троице экономической, то есть какой-то экономии отца, сына, то есть это больше, конечно, было связано с одной ересью, моделистской, что один Бог в разных, как бы в трех масках, один раз он как отец, другой раз как сын, третий раз как Святой Дух, но потом тоже видим, что одновременно бывает и отец, и сын, то есть, поэтому было очень много споров, поэтому есть еще классика жанра, что творится экономическое, то есть периоды, то есть когда больше на сцене, то есть Бог есть источник откровения, там замыслы, экономия сына, то есть, период сына, когда его служение, искупление, и Святого Духа, то есть это классика жанра, троица антологическая, троица экономическая, но я ввожу другое понятие, троица эквизиологическая, то есть, понятно, я базируюсь, я часть вот этой всего богословского наследия, то есть мы должны говорить этим языком, мы не можем так себе, раз изобрели какой-то свой язык, и себе говорили, как верят, то есть мы все равно часть какой-то традиции, часть какого-то богословствования, но я ввожу, я хочу быть библейским, я хочу быть павловским, Да, в данном случае я вожу такой термин, как троица эквизиологическая, то есть эквизия – это церковь, да. И вот о чем, почему я беру эту биологию пенитарной берегистры. К каждому лицу благодать Иисуса, любовь Бога Отца и общение Святого Духа есть одно слово. Это благодать, любовь, общение. То есть можно представить себе троицу внутри себя – это сын, отец, Святой Дух. Здесь благодать, тут любовь, тут общение. Ну общение к айнянине, помните, к айнянине – это не коммуникация, это общность, сопричастность. И вот мы можем в манере троицы, антологической, троицы самой себе, говорить, что да, интересно, что за каждым лицом запрещено какое-то слово – благодать, любовь и общение. Благодать – это принятие, да, это категория отношений, это принятие. И в принципе здесь все категории отношения, любовь – это отношения, общение – это отношения. Значит, внутри три единого Бога есть отношения, благодати, взаимопринятие тотальном. Которые есть источники, основания – это любовь. И это полное к айнянине, полное общение. То есть, да, где-то вот что-то можно приклеить, да, троицу антологическую. И вот это вот здесь. Но более того, мы видим дальше, что ведь это не говорит о самой природе Бога, или что с вами, или с нами. Значит, я – есть объект благодати, любви и общения с единым Богом. Бог обращал ко мне благодатью Иисусе Христе, который открывает любовь Бога Отца, и Дух Святой делает меня причастником. То есть, я в общении с Богом. То есть, я в Его сердце. Но не я, Бог желает создать такую же самую экклесию, которая у Него есть внутри. То есть, общение. Не только для меня, но и с нами. Это богословие Павла, помните, примирить одно тело, евреи и язычники, просто одно общение, одно тело. Значит, с одной стороны, мы говорим о том, что я действительно есть объект Божьей благодати, который открывает это, то есть, я принят Богом. Я через Иисуса Христа познаю благодать Бога. Иисус – это человеческое лицо Бога, который обращен ко мне любовью. То есть, Он предлагает мне в Нем эту благодать, то есть, принятие. Он преодолевает состояние отчуждения. Я-то не могу его преодолеть. Бог в Иисусе Христе преодолевает это отчуждение. Я вижу за этой благодатью любовь Отца. Я встречаю себя, обретаю себя в объятиях Бога Отца. И я чувствую себя причастником в Духах. Дух делает меня общником. Троиц. Класс. Но не все. Теперь мы, у нас многое дело с вами, не с тобой, да, пишется, с вами. А но у нас проблема есть. Бог помещает нас вот сюда вот. Вот так тоже повторим. Вот это вот этих ящиков. Но церковь сохраняет собой. Мы видим у Павла. Церковь сохраняет еще с собой с мира. Вот это вот разобщенность, да, отчужденность. По благодати мы спасаемся всем и одним духом. Крещены, чтобы стать одним телом. То есть вот его кайнония, общение, да, он нас берет. И вот мы находимся, церковь находится, вот это тело Христа находится в сердце Троиц. И вот следующее теперь, это я так богословствую, да. То есть собираю богословие Павла. Беру его как платформу эту вот и выстраиваю конструкцию. Но теперь я вижу не просто такие прикольные моменты для себя. Я вижу теперь повеление, то есть как строить тринитарную фисеологию. То есть церковь, которая подобна Троице. Кстати, это сейчас посоединяем очень модные темы в богословии. То есть церковь, Троица и церковь. Они просто еще не слышали о тринитарной бередикте. Хотя смотрите, и что это значит для нас? А для нас значит, чтобы передавить эти линии отчуждения, три фундаментальные вещи должны быть. Или как бы три оплота, чтобы создать какую-то тринитарную фисеологию. Мы должны теперь благодать, любовь и общение, три ключевые идеи, термины и практики для нашей жизни, церкви. То есть мы должны строить жизнь на основе благодати. Более того, это еще я так забежал вперед. Смотрите, это я, да, когда Бог по отношению ко мне, сейчас я немножко, у меня слайдов нет, у меня там все это разрисовано. Теперь как я могу строить отношения с Богом? И не просто с Богом, а с триединым Богом. И отношения, вот сейчас, когда мы перейдем к фисеологии, теперь мое отношение, то есть это Бог по отношению ко мне, Бог благодати в любви и общении, да. Теперь я по отношению к Богу. Я и Иисус, эти отношения я называю очень просто, ученик. Я ученик Иисуса, да. Я и Отец, это отношения, я и Бог Отец, это сын и Отец. Там ученик, мы учимся у Иисуса, тут сын, отображаю отца. А вот отношения с Духом Святым делает нас, как вы думаете, как можно назвать эти отношения? Таким словом? Брат. Дух Святой меня учит быть братом. Почему? Потому что его плоды, его дары на то, чтобы созидать. А брат, лучшее слово, которое показывает, каким образом я могу созидать эти отношения. Быть хорошим братом. Расти в моем братстве по отношению к вам. Расту я, ну, братом, это категория тоже отношения. Это не просто друг, приятель, это что-то родное. Значит, я исполняюсь этим Духом, потому что я позволяю его плодам любви, дозапеть, понимаете. Значит, ученик, сын, брат. Мое отношение с приеденным Богом. Потому что я расту в познании Бога, или в отношениях с Богом, это правильно. Но мне нужно, ну, у нас не просто Бог, наш же и Отец, и Иисус Господь, и Святой Дух, как с каждым из них, или какая мне польза, ну, если так, эгоистичным языком, оказывается, что я могу расти в отношениях с Богом, или познавая Бога, например, через Иисуса, или как, или Иисуса, познавая, каким образом? Есть цель этого познания. Я учусь у него. То есть он мой учитель, я ученик, я познаваю его, я учусь у Иисуса. Мы так называем ученичество. Но чему я у него учусь? Я у него учусь быть настоящим сыном. Я у него учусь быть верным. Каждая история об Иисусе, я читаю в Евангелии, каждая история об Иисусе, это уроки для меня. Как общаться с человеком, как служить людям. Цель моего роста, или моего познания Иисуса Христа, Господа Превознесенного, это вся история Его смирения, да, все, я учусь быть настоящим сыном. Потому что я принят, то есть если Бог через Иисуса, это Божье лицо, это Бог, все, что говорит для меня, то человек, то есть я для Бога через Иисуса, он через какие-то ста меня принимает. Значит, я должен дорасти, я расту в нем, чтобы быть сыном. Когда мы говорим о благодати, любви, общении, внутри троихся, это понятно, у них объединяет одна природа, но я принят благодатью в любовь и в общении, не по природе, а по благодати, да, вот почему важно благодать, так же ли отцы, что мы не по природе, да, а по благодати сыны. Поэтому Бог меня любит, так как любит своего сына Иисуса Христа, он меня так же любит, и тебя так же любит, но не по природе, не по сущности, а по благодати, понимаете, да? Это что-то невероятное, когда мы углубляемся, что Бог любит каждого из нас, как будто мы Иисус Христос, как будто мы его сын, но не по природе, не из-за нашей природы, а по благодати, за которой стоит его любовь. Есть, да, вот, значит, ну, я расту в отношении с Иисусом, цель, просто нужно когда думать, а я расту, то есть я познаю Иисуса, да, в чем это проявляется, это мой рост, насколько я становлюсь сыном, достигаю ли я истинного сыновства, поэтому для себя, я думаю, из уроков Павла, которые подражайте мне, как я Христу, где Христу нужно подражать, в чем? Быть истинным сыном. Окей, хорошо, вот поэтому у меня есть уже, видите, прагматическая задача, как это богословие апостола Павла, как его сделать в какой-то такой системе, да, и как его воплощать, теперь я понимаю, я знаю, ага, я могу подражать, я расти в познании Иисуса, в подражании Ему, цель подражания, помните, цель и средство, это очень важно, какова цель? Мое сыновство, быть истинным сыном. Теперь, когда мы говорим о моем отношении с отцом, к Богом отцом, какова цель здесь? Цель роста познания отца, истинный сын, то есть настоящий сын, это тот, кто отображает характер отца, поэтому, когда мы говорим, что я расту в познании отца, то значит, я достигаю зрелости, когда образ отца, характер отца отображаются во мне, поэтому Иисус говорит, что я и отец одно, то что делает отец, я делаю, если не скажет отец, я не буду делать, и это модель для нас, если Иисусом учимся быть настоящим сыном, подлинным сыном, истинным сыном, в познании Бога отца мы растем, в том, чтобы отображать его характер, его качество, и много причин есть, помните, отец, который принимает будную сыновь, то есть очень много образов, Святой Дух, мы сказали, как делает меня братом, значит, я позволяю, я не угрышаю, я исполняюсь им, а таким образом, через смирение, через мою любовь к вам, чем больше я вам брат, если чем большее количество людей меня будет называть братом, ну, в хорошем смысле этого слова, значит, ну, понятно, что я говорю, о, есть такая шкала, я уже достигаю какой-то уровня духа, нет, но это, я понимаю, что я не иначе, и это создаёт общение, кайнонию, то есть благодать, любовь, общение, это все категории отношений, значит, в Духе Святом цель моего, и я дух не познаю, то есть я не иду, если я иду, так вижу Иисуса, там, думая о ВЦ, то наоборот, я должен быть наполняемым, как парус, духом, а он куда меня ведёт? в одно тело, все мы крещены одним духом, чтобы стать, смотрите, чтобы стать одним телом, значит, дух помогает мне эти вот линии отчуждения, которые есть между нами, это удивительно, нас разных людей, Бог собирает в одну церковь, конечно, мы потом делимся, потому что нам не нравится, мы не нравимся друг другу, идём, повторяем модели, из разной причины, почему церкви делятся, но если не делятся, потому что мы другу не нравимся, мы не можем терпеть друг друга, значит, мы не в Духе, и это нужно признать, поэтому три фундаментальные вещи должны случиться теперь в церкви, церковь должна строить это отношение внутри, чтобы была полная кальмония, полное общение, три как бы оплота, три, не знаю, это вот в основе этики, церковная жизнь, это благодать, это принятие, как я принят Богом, так и я принимаю человека, чем больше я расту в этой благодати, понимая, что я принят Богом, я могу, и чем глубже я это понимаю, благодать, тем глубже я могу принять человека, и не в эгоистичном, что вот меня Господь любит, как мы говорим, что меня Бог любит больше всех, если я так считаю, это классно, но значит, ты не способен просто кого-то любить, потому что все вокруг тебя обращается, но я понимаю, что весь ужас своего греха, тогда я понимаю все величие и красоту, благодать, которая у меня, а это она открывает потрясающие просторы, объемы Божьей любви отца, я понимаю, что Дух Святой, Святой Дух находится во мне, ведет меня в общение, когда мне очень вязанное сердце, как ему там вообще неуютно, наверное, находиться, как в выгребной яме он там, наверное, и тогда я понимаю, что я не могу не принимать теперь брата или сестру, потому что как я в любите друг друга, как я вас не влюбил, понимаете, то есть такое любовью принятие, вот мой рост в познании Иисуса, моя зрелость отображать характер Отца и мой рост как быть братом под действием Святого Духа, благодать, любовь, общение, фундаментальные вещи для созидания общины, понимаете, да? Вот такая вот маленькая теология тринитарной Бенедикции, ее можно расписать в целом в курсе лекций начиная от греха Бога там и расписывать, можно такое маленькое, но для меня это просто, видите, да я как капсулирую, как я могу поработав хорошо с Писанием, ну, в случае с апостолом Павлом, да, могу ли я выстроить, понятно, что многие вещи и категории, они сейчас, ну, непонятны, но как я могу построить, сделать такое вот основание для богословия, церкви сейчас, для, продолжить, то социальную инженерию, да, вот здесь так вот, из-за того, такой перегон, конструировали, потому что плодом богословия, результатом богословия хорошего есть церковь, есть церковь, которая растет, живет, движется, значит, я должен создать на основе писания фундамент, интерпретировал это уже новым языком, понимаем, понимаем, выменяем, тех, кто общается языком, ну, и не просто создать норму, да, конечная цель, это также прагматичная, как это все реализовать, вот, ну, понятно, да, вот, вы видели, как вот на основе тринитарной бенедикции я делаю вот эти вот шаги, то есть, это моя задача, как учителем церкви, проповедника, пастора, и просто как христианина. Вот таким образом, это как розочка на торте по имени богословия Павла, да, то есть, то, что я могу вот выделить, это не означает, что я, конечно, каждый год на Денажине Церкви эту тринитарную бенедикцию мою, это самое, говорим, хотя вот в этом году, ну, я уже не говорил о ней, потому что, ну, как уже шутят, недавно я был в семинаре одесской, меня мой, ну, вдруг пригласил там, он читает курс по галеретике, там, как бы, ну, мастер-класс, вот это, вы не слышали, это теолог тринитарной бенедикции, а в одно, один пастор договорит, ты уже, наверное, всех забеги, вот, ну, я всегда в конце какого-то курса, ну, есть особенно это Павловский курс, я всегда об этом скажу, то есть это то, что позволяет мне взять, ну, какую-то вот, ну, кстати, на трех пальцах я мог объяснить, да, вот, тремя, то есть, не имея видеоклушки, и все, то есть, какие-то три вещи, но это не просто так вот, чтобы сжать какой-то формат богословия, но это как бы конструкция, которая имеет на собой наполнение и направление, ведь по сути это вещи, и это нужно легко запомнить, но я обычно, когда читаю семинары, лекции, вот на эту тему, понимаете, это не те вещи, которые нужно запомнить, их даже не надо, это те вещи, которые, либо ты в них растешь, либо не растешься, поэтому, это для нашей жизни в Боге, это для той жизни в Боге, который есть в нас, для созидания единого тела, потому что у нас задача после интерпретации, да, текста, да, контекста и воплощения, вот, и поэтому это уже моя личная такое понимание усвоения и воплощения в богословии Павла, думаю, что оно отображает не только богословие Павла, но и богословие это для себя и воплощения, но и воплощения. Продолжение следует...